Я бы сказал, что это не вопрос защиты Химкинского леса, а вопрос защиты здравого смысла в сфере дорожного строительства. Вот, чрезвычайно, значит, замечательно просто, сказать, замысел вот этой скоростной дороги Москва-Сан-Петербург, значит, в классе Спресс-Вэй, значит, в рамке международного транспортного оборудования, совершенно замечательно замысел. Вот, в принципе, он имел бы шанс иметь бронзиозное общество. Вот идея, как действительно получается, вот, если ближе трассировать Тимирскую железную дорогу, там достаточно ровные вещи получаются и под физическим решением этих пацановым. Ну, господа, сказать, эта дорогая, она и так будет супер дорогая в рамках масштаба инвестиционного проекта от Москвы до Санкт-Петербурга, но даже с применением этого участка Крышкин-Николаевской железной дороги, которая бы сняла общественные возмущения, значит, похоже, это было бы лучшее решение. Так что вот здесь бы, как я бы, вот, коллегам, которые, так сказать, ближе к власти, или, так сказать, ведущей заросного мира, ну, советовал, так сказать, еще раз вернуться к этому вопросу. Думаю, что тут это будет только лучше. Там есть еще одна очень простая вещь, там еще есть еще одна простая вещь. У меня есть очень большие опасения, что в результате, это обычно идет само собой, вот, обстраивается взор вокруг дороги. Ну, господа, мы построили такую замечательную недвижимость, тоже у нас въезда на эту дорогу не будет. И потихонечку идет превращение скоростной автомобильной дороги, вот, класс экспресс, мы прям, ну, господи, цель, там, начнемся большие, начнемся привыкания. Это мы проходили на убийстве МКАД, когда, ну, отполосно, отлично сделано в свое время после реконструкции, отлично сделана магистральная дорога. Ну, в общем, МКАД нормальный, да? Значит, стал проселком. Каждый километр торговый центр со своим въездом, значит, и в результате что? Ну, тут убили мы эту дорогу, почти не магистральную. Вот здесь есть такая же реальная угроза. Поэтому я трассирование в зоне железной дороги во всех случаях, с точки зрения транспорта, с точки зрения здравого смысла, и даже с точки зрения отношений с общественностью, мы бы преимущественно говоря. Я бы, кстати, подвернулся к нему. Спасибо. Спасибо. Господа. Прозвучали достаточно ясные точки зрения. Нет, перед вами... Да, пожалуйста. ...не... Да, пожалуйста. ...вот, все здесь очень мудрые, так сказать, очень великие, все же здесь. Меньше, наверное, докторов наук, наверное, и нет. Понимаете? Все все знают, все вас самопонимают. Давайте зададимся простым здравым цифром. Почему так спроектировать дорогу? Вот ответьте мне на этот вопрос. Вот если вы мне ответите сейчас внятно, почему так спроектировать, девушка так пламенно об этом говорила, но я не понял, почему так спроектировать. С одной стороны, было, ну, как бы, неформальное указание описания Совета Директору Аркадем Шереметьеву, который, по-самятительству, министр Трасовкин. И дальше, как бы, неформальные, по-самятительству, неформальные, по-самятительству, что? Что? Что он за то, получается? Представление не имеет. Вот как раз... Нет, но это не предстоит. Представление... Зачем? Зачем? Так, зачем я отвечаю? Зачем я отвечаю? Зачем я отвечаю, чтобы сделать более удобные подписки, а про Парту Шереметьеву? Вот так, по-простому, так? Да. Да. Второй вопрос. Были, столь же неформальные против, как на администрации господина Гроукова и близких к администрации и бизнесменам, о намерениях инвестиционного освоения окружающей территории. Об этом писалось, говорилось, собственно, так сказать, это писалось, не говорилось, не о заплачительной журналистике, а в бизнес-журналистике люди писали о том, как-то будет осваиваться, сколько это будет стоить и так далее. Какие конкретные бизнес-обсуждения, они не были не секретными, какими-то закрытыми, да? Вещи идет о том, что вот под флагом, ну, будет осваиваться, практика абсолютно обычная и в Москве и в Близи-Подмосковье, тут никакой церкви нет и каких-то тайных нет. То есть вопрос, значит, директор аэропорта Шереметьеву виноват? Я хочу... А я не знаю, виноват не прав. Нет, нет, нет. Я хочу на это как-то в первом вопросе. Вот мы и проскальдили впустую, как сейчас присидели, сейчас сидим, что-то жуем. Что, конкретно, этот человек виноват? И виноват Гроуков? Да. Давайте тогда сейчас... Ну, так получается. Здесь дорожники-то не причем, да? Абсолютно верно. Правильно? Правильно. Давайте четко эту линию проведем и попросим общественную палату повратиться к Рому, чтобы он таких вещей не допускал, да? Чтобы администрация Кимов таких вещей не допускала и снять этого, по-другому снять этого директора Химкинского, ой, Химкинского, этого... Вечеринского аэропорта. Давайте ближе к теме, а? Потому что разговоры о том, что кто-то неправильно что-то спроектировал, у меня просто смерть вот разбирает, понимаете? Занимаясь 40 лет этим делом, я себе представляю, как это можно сделать. Потому что изначально заложена минимальная цена, но если, конечно, Ромов настоял, а если еще там подключилась телемизма, я этого совершенно не исключаю. Но давайте четко определим этих людей. Тогда давайте с ними и работайте. Значит... Это не так, в чем я сильно сомневался. Значит, уважаемые коллеги, здесь есть три горизонта проблемы. И мы собираемся... Для этого мы и просили быть... Мы берем на себя ответственность за свои обращения. Мы советуем с людьми, выслушиваем точки зрения, чтобы быть более или менее объективными. Герезонт первый. Строго говоря, есть позиция, и я ее тоже придерживаюсь, что проект прежде временем пупок развяжется. Мы не можем выдержать Сочи, АТЭС и еще целый ряд вещей. И эту стройку... Проект делался в докризисное время. Ситуация требует внимательного рассмотрения и на правительстве, и в администрации президента с этой точки зрения. Я не думаю, что он не нужен. Я задаю вопрос о его своевременности. Сейчас или несколько больше. Это корректная постановка вопроса, заслуживающая обсуждения со специалистами и политиками, и экономистами, и со всеми остальными. Герезонт второй. Конкретная ситуация с проведением процедурами проведения этого проекта, по поводу чего сейчас был обмен каевниками, когда речь идет о том, как насилуется законодательство, какие силы оказываются в этом задействованы, кто вся господин Громов. Поэтому обращаться к нему бесполезно. Это выше. На Громово. Вот. Путь минуту на Громово давайте напишем. Значит, вот это уже наш вопрос, и подписывайте мой груз. Значит, и это вопрос существенный, требующий внимательного анализа. Тут расходится. Поскольку решения принимали и наращивались в высшей степени капризным образом, скажем так, в отношении к первичным проработкам, насколько я их помню. Что касается СТП области, ну я в курсе этого дела, я участвовал на международной комиссии в рассмотрении стратегии развития области этой СТП и осмотрел. Проектировщикам тоже выворачивались локти здесь. И в небегом плану области неплохие профессионалы, которые одним не закладывали эту схему. Значит, это второй горизонт. И есть третий горизонт. Это конкретная ситуация вокруг проблем в городе Химки и окрестных, где слушания проводились таким образом, процедуры их в этом отношении. Более того, несчастный человек в поле лежит. Как вы знаете, один из журналистов, который осмеливался публиковать, он был избит так, что до сих пор в коматозном состоянии. Ситуация неспроста, и она заслуживает отдельного рассмотрения. На мой взгляд, есть три горизонта, каждый из которых заслуживает внимания. Если их просуммировать, то наши точки зрения...